В твоем же случае здесь есть недоверие, недостаток веры. Понятно? Да, я понимаю это. Коль уж возникло так, что ты появилась здесь, то это говорит о том, что возникла возможность. Укрепиться в вере. Понимаешь? А чтобы тебе было понятно, что это такое вера. Я уже много раз говорила об этом, но еще раз повториться. Вера – это значит ведать свет, видеть его. Видеть свет – это происходит прямо сейчас. Признаком этого является обнаружение безмолвия. Отсутствие каких-либо мыслей. Если ты обнаруживаешь прямо сейчас отсутствие мыслей… Да, я обнаруживаю, но… Это говорит о том, что если ты присмотришься в небеса, в небесы, как раз в безмолвии, будешь смотреть в это. А ты не можешь не смотреть в это, потому что твоё осознавание полностью заполнилось этим светом, которым больше ничего нет, кроме света. Так вот, укрепиться надо в этом. Вера – это и есть вот то, что ты сейчас обнаруживаешь. Понятно? Понятно. Когда ты укрепишься в этом, в этом свете Божественного сердца, то все твои проблемы исчезнут, как будто их и не было. Понимаешь? Вот и всё. Поэтому, когда ты говоришь, как с этим быть или что делать, тебе нужно просто осознавать, прямо сейчас осознавать. Ты не можешь не осознавать свет. Присмотрись. И в этом укрепись. Вот и всё. То есть, когда возникает что-то, о чём ты рассказываешь, как то, что у тебя появляется множество мыслей каких-то, тебя увлекает какое-то думение, да? Возникает страдание в связи с этим. Возвращайся в это. Вот в мастера возвращайся. Ибо подлинный мастер, проявление подлинного мастера, оно именно такое – дарование безмолвия, покоя. Безусиленно. Ибо это и есть признак присутствия махатмы, то есть Бога. Безусиленно. Вот и всё. Будь в этом. Это то, что называется ещё разными словами. Слово, например, созерцание. Это об этом. Смотрение в небеса – это об этом. В небеса, в безмолвии. Тишина. Но вы сами не можете этого делать. Без мастера никак не получается. Да. Понимаешь? Поэтому нужен живой мастер. Не книжки. Понимаешь? Не игры и игры. Религиозные. А живой мастер. Способный даровать вам освобождение. Это всё, что нужно. Благодарю. Через это очищается твоим от привычек. Засыпать. Понимаешь? Засыпание – это что такое? Это возникновение опять ложного отождествления. Возникновение я-мыслей. Возникновение эго. Это сон. Засыпание. Прямо сейчас ты пробуждена. Потому что в тебе нет ни одной мысли в твоём уме. В том числе и я мысли нет. Да, нет мысленно. Немножко я чувствую в груди. Но как какое-то… Всё, что ты будешь чувствовать в груди, в крестцейне, в груди, в голове, ещё где-то, позволит ему всему быть. Потому что трансформационные процессы происходят таким образом, и они так или иначе в теле начинают выражаться как-то. Понимаешь? Ну, как… Как… Немножко как эмоция ещё в груди вот так… Ну, как эмоции ты не оценивай никак. Да. Понимаешь? Ты же сейчас выносишь оценки этой… Какие-то определения какие-то… Как будто это вот как будто эмоция, а это не эмоция, понимаешь? Зачем тебе это? Не смотри тогда, пускай оно происходит. Потом. Ты просто смотри в небеса, в небесы, в безмолвии, в мастера. Вот и всё, это всё, что нужно. И постепенно, 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 при вытеках засыпал, естественно. Раствориться. Знаешь, как Махарши говорил, раствориться как соляная кукла в море. Приблизительно так же. Есть еще вопросы. Продолжение следует...